Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой. Даже за сто тысяч миллионов? Даже за сто тысяч миллионов? Доброе утро, мои хорошие. Я, как всегда, вся в делах. Собираюсь по делам. Дел вагон. Идём на день рождения к внуку. Надо сбегать в магазин ещё. Хочу на работу отнести вот этот жилет. Потому что по городу в нём ходить как-то уже стрёмно. Уже такое не носят. И да я в нём такая толстая, смотрите. Как чемодан. Куда я в нём пойду? Думаю, поэтому отнесу я его на работу. Там я иногда на улице выбегаю подышать. На крыльцо постоять свежим воздухом. А такой цвет красивый, да? Вот что значит, мех натуральный. Столько висел в шкафу. На нём три шуба висело. Он даже не слежался. А если ещё под снег выйти в нём, он вообще, знаете, весь прям вот так вот дыбом станет. Короче, отнесу его на работу. Буду в нём там на крыльце ворон распугивать. Ворон отпугивать в таком ярком жилете. А то мы там голубей корнем. Голубям накрошим и налетят этих ворон. Кого только там нету. В общем, что значит делаем? Идём на день рождения. Поздравляю внука. Ну и всё. И всё. И больше никаких дел. Так что поскакала я, полетела. Мне позвонили, мне принесли домашние яички. 60 штук. Я говорю, все заберу. Так что домашние хорошие яички. Человек проверенный. Не могу. У нас в квартире жара. У нас на улице стало. Я один раз ночью чуть дуба не врезала. До того мне было плохо. Я встала. Ещё темно. Даже фонари не горели. Даже не обратила внимания на часы. Сходила там, ну естественно, в туалет. Туда-сюда посморкалась. Водичку попить. И у меня прям вот так вот кружилась голова. Я вот так за стены шла, держалась. А мне так хотелось спать. Я думаю, да похеру. Чё сейчас сидеть и думать, чё такое, чё такое. Да голову держать что ли. И я просто рухнула. Видимо, немножко полежала, покубатурила и уснула. Ну до того было мне плохо. Вот если бы я не спала бы, я бы перестраивалась. Ну испугалась бы. Думала, всё, копается. А я вырубилась, проснулась, вроде ничего. А оказывается, ночью было чуть ли не минус 15. А утром было плюс. Представляете? И сейчас у нас на улице, ну наверное, ноль плюс один. И там просто какая-то жопушка. В квартире нечем дышать, а вся мокрая. Сегодня всю ночь у нас были открыты все окна. Ноль вообще, ничего. Ну сейчас я ухожу на работу, я окна закрою, потому что у меня на полу спит собака. Ей жарко, он даже в лежанке не лежит. Тут девочки спят. И как я их оставлю? Костяну в колледже. Поэтому сейчас я всё закрываю и пошла по делам. В общем, вот такие вот у нас дела. Ну такие себе, знаете, не прокурорские. Маленькие. Маленькие, я бы сказала, даже делишки. Одену свою красивую шапочку. Ну, подружки мои мне её обосрали. Так ржали. Давай её пялить бантом сюда, туда. Я говорю, так, девочки, отдайте нахер. Белая шапка, я говорю. Короче, обосрали мою белую шапку. Ну мне она очень нравится. Но она на флисе и прям вот, надо, значит, тоненько идти. Мне в ней жарко. С очками, конечно, это колхоз. Но я говорю, сейчас сниму. Я просто иначе вас не увижу. Косыночку одевать не буду. У меня опять неприятность. Представляете, достала вчера дублёнку померить. Она мне туговато. Ну что такое? Что такое? Что же свинообразная баба я? Я вообще хочу себе купить парку. Зимнюю парку. И всю зиму ходить. Не хочу никакие шубы. Даже не достала. Одну достала, а те даже не мерила. К чёрту. Хочу парку. Лёгкую какую-нибудь, знаете, такую вот, чтобы она с большим капюшоном. Чтоб там огромный мех был на капюшоне. И вот буду ходить, сидиму в парке. Потому что мне всё время жарко. Мне всё время жарко. Мне эти шубы к чёрту вообще не нужны. Вот смотрите, я уже который раз чертыхаюсь. Я заметила, что ко мне привязалось слово это к чёрту. Ну как, что это такое? Надо что-то делать. Всё. Я деловая женщина. Пошла по делам. Всем удачного дня. Мне не дали шампанское, так что я недоволен. Мне же хотелось бы к чёрту Шампанского приходить. Я сказала, что с тобой завтра в колледж. В общем, хотела поснимать на самом дне рождения. Ну как, гости, неудобно. И все хотят свидеться на Ютубе. И поэтому принимаем сейчас. Только, кстати, у меня тогда скоро троих. В декабре этого года. В декабре месяце. Костян идёт у меня слегонца пьяненький. Выпил два фужера шампусика. Забыл, что я три выпила. А, три даже? Он ещё требовал, дайте мне шампанское с собой. Я выпил два фужера шампанское и одно вино. А, ещё и вино. Вот видите, представляете, мамаша, да? Меня надо лишить этих родительских прав. Разрешила выпить 16-летнему мальчику три фужера шампанского и фужер вина. Я сама выпила, ну, сухое. Три, наверное, фужера вина. И у меня уже начала болеть голова. Короче, потихоньку мы двигаем домой. Это у нас школа. А вот, вот, прям вот там вот, центральница, площадь, белый дом. И тут рядышком живёт у нас Ромка, мой средний сын, получается. Вот прям тут. И нам тут идти херня. Новый торговый центр, парк и всё. Решила сегодня побаловать Константина. Пришёл, купил, ну, выбрал, точнее сказать. Он выбрал, я ему купила. Снова лего. Два набора. Город. Вот уже, уже всё готово. Я уже собрал один, второй набор, видите. А я сижу, заполняю документы. Военный комиссариат. Прикиньте, призывник Константин Андреевич. В армию забирают, парня-то. Вот заполнила все документы, завтра будет увозить. Вот так-то вот время летит. Думаю, ладно, пока в армию не забрали, пусть поиграет в лего. Наборы вот стоят. Умная, умная вещь. По 710 рублей наборчики. Ну, ничего-таки, ему нравится. Сказал, что хорошее. Ты мне, этот, если меня в армию отправить, будешь мне посылками присылать. Да, кто-то, он тебе в армии-то уже в лего не пособирать. Так что вот так вот сегодня я его побаловала, пока не забрали в армию. Да ещё два года. У нас сегодня что-то новенькое. Пирожки с ветчиной. Вот такие вот. Ну, немножко неказистые. Короче, там лежит, значит, кусок ветчины и сыр. Ну, думаю, что будет очень вкусно. Короче, сейчас снимем пробу. Девочки, что делать? Это чёртов слово-паразит. Короче, короче. Я ведь вообще культурная женщина. Наверное, была. У меня уже чаёк налитый, как я хочу этот пирожок съесть. Я буду пирожок кушать с огурчиками маринованными. Думаю, с ветчиной пирожок и маринованные огурчики будут просто вандербах. Девочки. Я прикинулась в мальвины. Но у мальвины были голубые волосы, а у меня седые. Ну, знаете, есть же такие бабульки, которые чем-то таким странным красятся, что у них они волос... Или розовые, или голубые, да? Вот чем они таким красятся? Вообще капец. Думала, есть краска для волос. Думала, сейчас я сяду, намажусь и всё. Проворонила. Когда-то она кончилась. У меня обычно всегда запас краски. Ну, да ладно. Похожу и решила, буду краситься в пятницу. Потому что хочу в субботу ехать на маникюр. Или в субботу, или в воскресенье. Поэтому в пятницу я должна привести свой этот колган в порядок. Так, а что сейчас у нас? Сейчас у нас с вами будут проба моих пирогов. Пирожки мои. И, как я говорила, я их буду кушать с огурчиками. Это салатик такой. Это меня баночкой угостили. Я сама нихера не делаю. Раньше делала, сейчас нихера не делаю. Ну, без этого никак. И естественно, мой чаёк. Сейчас. Я почему так плохо поворачиваю? Потому что я вся, видите, седая. И как будто бы плешивая. И мне не хочется вот светить. Вот это, видите, безобразие какое. В общем, пирожочки у меня получились неказистые, как всегда. Но очень намовкусные. Остался один кусочек ветчины. Ну, думаю, ну куда его? Я взяла его просто пирожками и пожарила. О, один кусочек Этику отдала. Он уж так просил. А один просто пожарила. Кипяток. Сейчас пробую с ней. Слоеное тесто. Бездрое живое. Очень я люблю на слоеном тесте. Мне кажется, что с него не так толстеет. Нет? Я не права. Наверное, не права, да? Огурчик надо кинуть. Не хочу поворачивать седую голову, чтобы вас не шокировать этим безобразием. Огурчики хрустящие, вкусные. Они, знаете, ой, какие вкусные. Они сладко-чесночные. У меня вот такой баночкой угостили, но я ее, наверное, за раз съем. Видите, вот такие чесночки. Я до того люблю все вот эти вот салаты. Все заготовки на зиму люблю. Мы, когда вот приехали вот сюда, на Урал, до этого, где мы жили, у нас был большой очень гараж. Там яма была овощная, автомобильная, то все. Муж там занимался. Таким я. У нас была очень хорошая дача. Но дача на двоих, с мамой. Мы с мамой еще рядом жили. В соседних домах. Ну и вот. Но что там? Край вечный зеленый помидор. Ну, ягоды, кстати, были всегда. Смородина, там, вишни было много. Там клубника, малина. Вот это было прям всегда много. Ну, вот так, чтобы вот, как люди вот собирают урожаи ведрами, ящиками, не знаю как, у нас никогда этого не было. Поэтому я все время покупала. Все дополнительно. У меня жила надо мной соседка. Тоже дачница, бабка. Я у нее покупала смородину. У нее такая была прям вот крупная, как даже, как вишня, вот такая смородина. Не знаю, что за сорт. Я все покупала. И помидоры, и не помидоры, там, и перцы. Короче, все покупала. Ну, такое-то росло, морковка, лук-то. Элементарное. Но у нас никогда в жизни не росла капуста. Никогда не забуду. Вообще никогда. У людей капуста, у нас хер. Я это все покупала. И я, был у меня период, я прям вот готовила эти салаты. Салаты я крутила. Мне нужно было всегда спустить в яму вот сколько в году месяцев? 365 дней. 365 банок. Представляете, ку-ку. Это я столько заставляла. Каждый год я делала 365 банок. Ну, там в него входили там варенье, салаты, джемы очень я люблю делать. Не так варенье варю, как, знаете, ну, допустим, сварю смородину. Ну, на варенье, да. А потом я ее наливаю через сито. Уже по банкам. И когда она, убирая сначала это все в холодильник. У нас было две квартиры рядом на площадке. Была бабушкина квартира и наша. И она там как в склад была квартира. У нас там стоял на кухне большой холодильник. Ну, чтобы свой домашний не занимать. Вот я это все убирала в холодильник. А потом уже Андрей все это увозил в яму, спускал вниз. И вот когда он вот это варенье увозил в смородину, без ягодок, представляете? Я через сито наливала, немножко вот так вот мяла. И оно получалось вот прям джем настоящий. До того вкусно. Булочку маслицем помажешь. Сверху прям вот так вот наложишь этого джема. Это капец какая была вкуснятина. А с остатков бабушка ставила брагу. Моя бабушка. И гнала самогон. Она у нас все время гнала самогон. Ну, пить никто не пил. Укоголиков-то не было. Так чисто вот для себя. Мало ли что какое-то. Ну, в общем, она гнала самогон этот. С этого, со всего. Вот видите? Вот так вот. Вот так оно распоминаешь, да? Детство. Еще что-нибудь. Вот прям вот. У меня сегодня, кстати, по ходу пьесы сломался зуб. Я уже второй раз достаю кусочек. Вот. Не трогала, не трогала. Потом стала ниточкой между зубами. Ниточкой, ниточкой. Начала лазить зубочисткой. Мне кажется, я сама довела. Надо идти срочно в зубной. Опять надо готовить 5-6 тысяч. Вообще капец. Вообще капец. В общем, девочки, мальчики. Пирожки с ветчиной. Просто раскатала слоеное тесто. Положила круглячик ветчины. Чуть-чуть цепанула сырка. Закрыла. Обмазала яйцом. Очень мы любим с Костяном кунжут. Много кунжута. Пожарила. Все. Вот такая вкуснота. Все, кто трапезничает, всем приятного аппетита. Сейчас поем. Буду. Знаете, что делать? Надо сделать маску для лица. Я сейчас разглядела, что я прямо старая стала, как швабра. Поэтому надо срочно сделать омолаживающую маску. Если сделаю, обязательно покажу. Не если, а обязательно сделаю. Потому что что-то у меня уж морда очень постарело за эти дни. Вот прям вот безобразная. И воспаленные глаза. Вот я не знаю почему. Я ведь не крашусь, не тушу никакой. Ничего. Это же у меня татуаж. А глаза воспаленные, как будто бы у меня там тонна краски. Знаете, я не понимаю почему. Старость. Ну да ладно, не 18 же лет. Что я хочу выглядеть-то без морщинок-то. Не бывает такого. Все. Буду кушать, трапезничать. Все, кто тоже со мной будет трапезничать. Всем, девочки, мальчики, приятного аппетита. Пока. Маску буду делать, покажу. Как я омоложусь. А то вдруг выйду на 18 лет после маски. Я поделюсь такой радостью с вами. Субтитры сделал DimaTorzok